Всем привет, я Евгений Замятин. Дорогие друзья, мы с вами сейчас находимся на природе и это видео тест кофе вертикаль. То есть есть такой кофе вертикаль, название у них такое оригинальное опера, угрозы, скваловный розыск. Это кофе для тех людей, которые в форме, для силовиков, для ребят. Это кофе сделано с уважением. Я объясню ситуацию. Дорогие друзья, я недавно на своем канале опубликовал такой призыв, что если ты производитель какой-то продукции, связанной с моей квалификацией, то мы с тобой можем договориться. В итоге я беру твою продукцию, я вообще беру продукцию на тесты и уже испытываю эту продукцию как-то на практике и в конце говорю свое заключение, свой вывод. Рекомендую я эту продукцию или не рекомендую. Бывает, что и не рекомендую. Но в основном, конечно, если вы присылаете хорошие вещи и мои зрители, зрители моего канала, они тоже это дело внимательно смотрят. Если им нравится, это хорошая пропаганда и продвижение твоей продукции среди моей целевой аудитории. Если ты также производишь что-то, одежду, обувь, аксессуары, какие-то термосы, горелки, ну все, что связано с приманки, насадки, снасти, все, что связано с рыбалкой, с пришествиями, с отдыхом, включая там всякие стульчики, столы, то добро пожаловать. Вот мы с тобой спишемся, можно списаться, как правило, на почте пишите письмо. Я же сам рыбак, понимаешь, и если я не буду узнавать что-то новое, то есть я себе как бы две задачи решаю. Я, во-первых, узнаю, что есть нового в этой индустрии моих увлечений. И, во-вторых, конечно, я это дело продвигаю, рекламирую за деньги. Поэтому вот как бы два в одном. Итак, мой друг прислал кофе. Кофе это в упаковках по килограмму. Я когда посмотрел на Озон, кстати, на Озоне вот это кофе, на фотографии, мне показалось, что это такой пакетик, как чай, знаете, по 100 граммов, навеска. И когда вот я делал распаковку, кстати, у меня на канале посмотрели еще и распаковку этого кофе, то я искренне удивился. Тут по килограмму. К чему я говорю? Я говорю о том, что, во-первых, кофе напиток, который можно дарить даже королям. То есть любого уровня человек, получив такой подарок, будет доволен. И тебе, друг мой, я вот по себе сужу. Я ломаю голову часто, когда иду на день рождения или на какие-то званные вечера и мероприятия, где надо с подарком прийти. Вот что подарить? И голову ломаешь. А здесь это кофе арабика из двух сортов. Это кофе произрастает в Южной Америке и сделано с уважением. Сейчас мы приступим с тобой, дорогой друг, на природе, на берегу водоема, используя всякие ступочки, турочки. Кстати, вот эту турочку мне подарил тоже мой друг. Ей около 30 лет. Столько не живут, да? И вот Рами, если ты видишь это видео, а ты его наверняка видишь, вот это та самая турочка, когда однажды ты мне ее подарил. Вот она до сих пор живет и годится мне сейчас на тестах, на тестах продукции, которые мои друзья мне присылают. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, приступим, приступим. И первое, с чего бы я хотел начать, это с упаковки. И упаковка эта с уважением, созданная не только качеством самого продукта, но и качеством упаковки. Это Zip Lock. Вот когда мы открываем, а я сейчас первую и открою этот пакет, когда мы открываем этот кофе, мы можем потом взять, сколько нам надо, и в будущем закрыть и использовать дальше как свежий. Zip Lock я вообще обожаю и уважаю. Ну что, какая-то балабора ванная дробь, да, звучит в душе, в моей душе. Открываем кофе, смотрим и тестируем его на свежем воздухе. Вот так. Друзья мои, я вообще люблю чай. И думчик прибежал, видите, да? Собачка прибежала. Так что, ребята, те, кто в форме, да, я знаю, что вы тоже уважаете немецких овчарок. Собак вообще не немецких овчарок, в частности. Потому что немецкая овчарка и собака – это чудо. Больше ничего говорить не буду. Жаль, что видео не передает аромат. Очень вкусно, ароматно, душевно. И мое слово такое вот я применю здесь. Вот, производитель кофе сделан с уважением. А я вот, запах, у меня одно слово – уютно. Мне уютно. Ну что ж, теперь мы берем турочку. На эту турочку можно, кстати говоря, прииспользовать всякие кофемолки. Есть механические кофемолки. Ну вот у меня ступа, ступа, она бережет семью. Кто не знает, я вам говорю, да? И в этой ступке мы сейчас будем толочь кофе и его готовить, испытывать, пробовать. И делать собственные заключения, рекомендуемые моим подписчикам. То есть вам, дорогие друзья. Ну все, сейчас начинаем готовить кофе. Шаг за шагом. Повторяю. Берем пакет, открываем, кладем в ступку, толчем. Потом кофе, порошок высыпаем в турочку, наливаем воды, включаем горелку. Доводим до кипения, чтобы пенка образовалась и убираем. Немножко даем настояться, разливаем по бокалам. Ребята, вот сюда, ничего, мы растолкнем ее в пыль и в порошок. И получится замечательный кофе. Без всякой кофемашины справимся. Или как, кофемолки. Кстати, вот ступка, в ней можно не только кофе толочь, да? Давайте сейчас. Можно таблетки, кому надо. Можно приправы. А приправы это что? Это же то, смотрите, аж прыгает. Но превращается постепенно в порошок. Смотрите уже, какой порошок получается. Вот мы буквально там минутку поработали, как это? Хотел сказать, пестиком и тычинкой. Вот получается, пестиком и ступкой. И вот получился у нас порошок. Все, недолго. Сильно много тоже не надо. Вы его в пыль не обязательно. В пыль, когда вы такие измерите зерна в пыль, это получится чуть ли не растворимый порошок. Он тут как для растворимого кофе. Все, теперь у нас есть турка. Я все помыл. Все чистенькое. Вот. С водоема, с натурального, да? Все помыть, так что не волнуемся. Итак, кофе будет сейчас крепкий. То есть, кто любит по... Что ли, не такой крепкий кофе, значит, поменьше кладите чайную ложку зерен. Кто любит покрепче, то кладите десертную, как я. Ну все, турка. Итак, шаг первый. Растолочку, а открыть кофе. Шаг второй. Растолочь в тупке. Шаг третий. Засыпать кофе в турочку. Я думаю, что у каждого из нас есть такой друг, который может подарить тебе турочку. В термосе у меня чистая вода. То есть, сейчас, дальше что будет происходить. Я налью воду в турочку неполную и доведу до пенки. И вот смотрите, как варит кофе. Как только пенка появилась, сразу же убирайте. Все. Дальше оно пусть настаивается. И напиток готов. Ну что, берем термос и наливаем воду в турочку. Некоторые наливают воду, а потом кладут порошок. Но я вам говорю, что лучше сначала положить порошок. Не важно какой, вот кофе это будет. Потом, вы же знаете, что кофе это такой напиток, который очень вкусный и крепкий. То есть, там много кофеина. Поэтому некоторые есть даже такие, не то чтобы способы, как это назвать правильно. Кофе, ну знаете, эспрессо, капючино. Ну что, сейчас зажигаем огонь и вперед. Все, огонь мы зажгли. И ждем. Все, вот этот процесс пошел. Мы готовим кофе. Конечно, вот эту вот резеточку я потом специально возьму. У меня же раньше не было кофе, который нужно было скипятить. А сейчас есть. Поэтому сейчас в ручках подержим над огнем. Но в будущем я возьму обязательно такую подставку. Они продаются. И буду использовать уже как, ну, маленькую, что ли, комфорку. Да, маленькую комфорку. Сейчас этот период времени, пока мы ждем, пока кофе закипит, забурлит. Если вы проморгаете этот момент, то кофе все выбежит, как молоко. Знаете, он говорит, молоко убежало. Вот кофе убегает не хуже, чем это вот молоко убежало. Как вот в каких-то шутках. Смотрите, уже идет пар. Это очень хорошо, что... Кстати говоря, Никита посоветовал, говорит, Евгений. Возьмите термос с кипятком. И времени меньше... Вот, смотрите, уже начинает бурлить, да? Или нет еще? Или мне хочется, чтобы оно начинало бурлить? Да нет, уже я чувствую... Уже не то, что бурлить, а я даже чувствую механически, как она урчит. Смотрите, смотрите, пена, пена появляется. Вот, 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 смотрите. Вот уже и... Вот они, вот они, как они, пузырики. Смотрите, пена появилась. Сейчас кофе вот только поднимется и сразу не это самое... Не тормозите, все. Ребята, все. Наш кофе готов. Сейчас мы его поставим на стол. Выключим нашу горелочку. Ну, смотрите, все буквально произошло, ребята, без всяких нарезок, как-то одним кадром или одним дублем. Сейчас кофе настоится. В принципе, можно какое-то ситишко использовать для того, чтобы налить этот кофе в стаканчик. И не филя вот эти, они не едятся и не пьются. Их пить или кушать не надо. Для того, чтобы, допустим, было удобно вот в таких вот кружках, что вот в этой кружке, что вот в этой... Это у меня специальные кружки такие, чтобы пить кофе. То есть, видите, там ситечка. Что вот в этой кружке ситечки я сейчас налью, и спокойно напиток будет в кружке, а не филя все будут плавать, плавать, вернее, находиться на ситечке. Где-то вы... Просто от меня это, как вам, еще дополнительный лайфхак или совет. Если у вас есть возможность где-то такую кружку, термокружку взять с ситечком, не думайте, берите. Если вы любите отдых на природе, то вам эта кружка везде поможет. Мало того, что бывают кружки, тут магнит еще, понимаете, это Советский Союз еще делал. Но сейчас будем пробовать, потому что это очень волнительный момент. Наливаем... Давайте, смотрите, наливаем это все в стакан. Кстати, в этой турочке много кофе получается. Так что я, наверняка, с Никитой это дело разделю. Все. Так. Теперь достаем... Видите, у меня для каждой позиции все продумано, чтобы где-то не обжечься, где-то как-то. Достаем ситечко. Можем его, кстати, вот сюда в турочку и поставить. И вот с нами напиток. Напиток горячий. Я пью с сахаром. Хоть и говорят, что сахар придуман однажды для шахтеров, чтобы у шахтеров была энергия. Очень быстрая. Ну, у человека. Конечно, у сахара очень высокий гликемический индекс. То есть, превращение сахара в гликоген крови происходит очень быстро. У сахара, у гликозы. А значит, и очень быстрая доставка в кровь энергии. Поэтому, конечно, сахар вредно, и яд вредно. Но в малых дозах все полезно. Итак, что произошло, друг мой? Ко мне на тест прислал товарищ свою продукцию. Мы на природе приготовили продукцию кофе. Кофе вертикаль. Этот кофе вертикаль можно заказать на Азоне. Доставка будет бесплатная. Там ты найдешь несколько разновидностей этого кофе. И уголовный розыск, и угрозы, опера. Этот кофе сделан с уважением. И это единственная фраза, которую можно вкратце, которой можно охарактеризовать этот напиток. Из двух сортов арабики, в Южной Америке, обжаренный, готовый уже к приготовлению кофе. Так что, ваше здоровье, дорогие друзья. Сейчас я попробую. Поделюсь с вами впечатлением. И скажу, рекомендую я его. Или мне не понравится. Мне, может, не понравится, ребят. Маловероятно, конечно, но... Ну что, одно слово очаровательного. Замечательный кофе. Мне нравится. Знаете, к чему я вот три раза еще попробовал? Некоторые любители кофе говорят, вот я только, когда кофе много же пью, вот если кофе кислит, мне не нравится, я сразу скажу, не нравится. И я сейчас прислушивался к своим ощущениям, так вот, не кислит. Хотя бы вот это, не кислит. Мне кофе очень нравится. Бархатистый, ароматный вкус, и послевкусие, и обволакивание, и такое настроение создается уютное, теплое, комфортное. Так что, ребята, для тех, кто в форме, для вас отличный подарок или отличный напиток. Для всех, для моих зрителей, я рекомендую этот продукт, этот кофе, каждому, кто любит рыбалку, прогулки на свежем воздухе, вот так вот, отдых на свежем воздухе, этот напиток вас взбодрит, добавит хорошего настроения, добавит, собственно говоря, радости. И мы с вами были на берегу водоема. Испытание или тест прошел, на мой взгляд, успешно. Я рекомендую этот товар. И с вами был Евгений Замятин. Встретимся у меня на канале и на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok